Сегодня прекрасная солнечная погода И у меня на обзоре замечательный японский автомобиль Nissan Leaf Давайте познакомимся с автомобилем будущего более подробно Сандр, вы как владелец данного автомобиля можете немножко рассказать об устройстве? Вот что здесь находится? Устройство здесь довольно простое 12-вольтовый аккумулятор, чтобы подключать основную высоковольтную батарею Это зарядное устройство, чуть ниже в этом же блоке инвектор Чтобы преобразовывать постоянный в переменный ток То есть 220 переменные в постоянный ток для батареи И в самом низу находится электродвигатель асинхронный на 380 вольт мощностью 80 киловатт Электродвигатель через одноступенчатый понижающий редуктор крутит два привода уже на колеса А сколько двигателей выдает лошадиных сил? 109 109 лошадиных сил А основная батарея находится вот там внизу? Под нищем Ага, вот ее даже немножко видно Вот и все устройство автомобиль А вот это что за жидкости? Это жидкость охлаждения инвектора, зарядного устройства и электродвигателя То есть через них проходит жидкость, чтобы не было локального где-то перегрева Во время зарядки, во время быстрой езды Потому что одномоментно 80 киловатт мощности Он выдает этот двигатель с любых оборотов И соответственно токи идут очень большие через них Это все нивелируется, вот система охлаждения Вот здесь вот я так понял, заливается омывайка Да, здесь омывайка Так же как на обычной машине тормозная жидкость, кондиционер стоит Соответственно все в этом блоке АБС, противобуксовочное устройство АБС вот здесь Да, это АБС Это 220 То есть здесь заряжается, да? Да, это вот зарядные сигареты, это 220 А это, если экспресс-зарядка, 386 Ну, хотя экспресс-зарядка, она за полчаса может заряжаться Мощные У нас их пока нету А дома вот в эту вот зарядку А сколько заряжается по времени? 5-6 часов 5-6 часов, это полная зарядка, да? Да, полная зарядка Вот так вот тихо работает электрокар У данного автомобиля достаточно вместимый салон То есть сзади у меня много места над головой Много места перед коленями Здесь вполне могут уместиться два достаточно упитных человека Багажник у данного автомобиля Достаточно вместительный Здесь легко помещается несколько спортивных сумок Александр, расскажите, вот что вот это вот за кнопка? Ну, это мультироль, это управление мультирильной системой То есть плюс-минус громкость динамики, вот я вижу Да А вот эти вот, что за кнопки означают? Здесь управление круиз-контролем И управление экономичным, эконом-режим включать в езды То есть, чтобы батарея меньше расходовалась? Чтобы батарея меньше расходовалась Чтобы машина не так резво прыгала вперед Иногда страшно А вот 32, там показано 32 километра осталось ехать? Или 32 что? Да, 32 километра прогнозируем И остаток, что только на паре На этой зарядке зарей На зарядку, класс, смотрите Давайте дверь закрыть Вот там находится спидометр, он цифровой Он показывает скорость километра в час Вот правильно я говорю? Вот здесь вот цифровой спидометр находится? Да, да, да Время, температура Так И зарядка 38% Да, стандартно Система мультимеди, наверное, стандартна Единственное, что она на японском языке Сложно разобраться Но флешка, флешка, диск все слушается Это все японское А навигатор здесь есть? Есть, но он японский Есть, но он все-таки японский Да, он у нас не работает Головное устройство Вот это мультимедиа Из Питера парни Они перепрошивают на русский На английский язык То есть можно все сделать Хорошо, а вот это вот что? Это кондиционер управления? Вот эти вот кнопки? Да, это управление климат-контролем А, то есть здесь климат-контроль Да, вот он на авто включил Все, включается печка Он уже сам управляет А подогрев сидений есть в этой машине? А где он находится? Вот Вот здесь вот внизу Оба сидений подогрева Подогрев сзади сидений А, да, что подогрев задних сидений есть Включается вот здесь И здесь переключение скорости вперед-нейтральный назад Также здесь, как и на любом автомобиле Конечно же, включение поворотников Включение ближнего, дальнего света и габаритов Включение дворников на разный режим Вот здесь включение дворников, правильно я говорю? В принципе, обычная машина Только вместо бензина используется чистая энергия Дорогие друзья А сейчас мы попробуем небольшой тест-драйв электроавтомобиля Отключаем аварийку Включаем поворотник Поехали сейчас Впервые еду на электрокаре Есть честно Ощущение Как отключить А, вот Вот хочется как-то вот принажать, чтобы Вот этот вот звук, вот глушитель выхлопа Но здесь этого нету Машина достаточно тихая, спокойная Единственное, что шумит, это резина Потому что мы едем на зимней резине Асфальт такой полуголый, полусырой Вот, поэтому шум некоторый есть Шум дороги только слышно Автомобиль на самом деле бесшумный Вы знаете, самое интересное заключается в том, что Когда едешь именно на электрокаре Ощущаешь какую-то безмятежность, спокойствие Это то, чего не чувствуешь на обычной машине Подобную безмятежность я чувствовал только когда летал на параплане Вот поднимаешься где-то на высоту около 100 метров И тихо, спокойно, безмятежно паришь Вот примерно такие же ощущения складываются, когда ведешь такой автомобиль На электрическом приводе Да, все-таки немножко кочки чувствуются Но, тем не менее, подвеска их достаточно сильно глотает Стоит немножечко притопить и машина срывается вперед Но заряд электробатареи позволяет всю мощь этой батареи передавать на двигатель Тем самым создается высокий крутящий момент И благодаря этому машина очень быстро стартует Вот, пожалуй, небольшой такой тест-драйв данного автомобиля Я думаю, что он вам понравился Сейчас мы остановимся И включим паркинг, да? Угу Все? Все Вот такой вот был обзор прекрасного автомобиля под названием Nissan Leaf Это мое было первое знакомство с самым настоящим электрокаром Я думаю, что в будущем мы все пересядем на эти автомобили Поэтому, если вам понравилось данное видео Обязательно поставьте лайки Подпишитесь на мой канал С вами был Алексей Комзиков Удачи вам, дорогие друзья И всего вам самого доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!